Маджула, поселение беженцев. Здесь обитают как простые люди, которым удалось выжить в Дранглике, так и нежить, которая еще не стала полой. Небесное благословение. Давайте сразу же прочитаем этот предмет. Святая вода, благословленная божеством, полностью восстанавливает здоровье и снимает эффекты статуса. Эту воду когда-то благословила древняя богиня, ее имя забыто, а Мельфийская академия и вовсе отрицает ее существование. Нежелание признавать разумные доводы не зависит от возраста человека. Именно такие упрямцы и искажают истину. Небесное благословнение также было и в первом в Дарк Соулс. И богиню, чье имя со временем было забыто, звали Гвиневер, которая являлась дочерью великого Гвина. Здесь, если спрыгнуть с уступа, можно найти небольшой секрет. Моргенштерн и колокольчик Клирика. И, скорее всего, этот труп принадлежит Клирику, который неудачно сорвался с уступа. Моргенштерн. Дубина с рукоятью и шипованным навершием. Шипы этого дробящего оружия вызывают кровотечение. Это оружие Клириков, но выглядит оно довольно кровожадно. Бинокль. Бинокль нужен, чтобы рассматривать предметы на расстоянии. Чтобы использовать, выберите его в качестве оружия. Редкий инструмент, изготовленный в Волгине. В бою он вам не поможет, но может быть полезен, если появится изобретательность. Колокольчик Клирика. Большинство Клириков получают это в качестве первого колокольчика. Он усиливает действия чудес и порчи. Чтобы использовать чудеса, выберите колокольчик в качестве катализатора и поместите чудо в ячейку волшебства. Находясь у костра. Сила чуда зависит от веры владельца. Так, давайте уже снимем этот несчастный берет с нашей головы. В ближайшее время он явно не понадобится. И давайте экипируем бинокль. Бинокль у нас теперь, как ни странно, ставится не в ячейку с предметом, а в ячейку с оружием. Дальний огонь. Итак, здесь можно кое-что сжечь, но нам пока сжигать нечего. Дальний огонь. Дальний огонь. Флягасастос. Идем дальше и увидим к Крэн. Он, который стал дрэнглэк, как он раньше был. Он, который взглянул на основе души. Крэн Вендрин. Дальний огонь. 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 Тальний огонь. Дальний огонь. Дальний огонь. До каждой огонь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Она ставит перед нами цель найти короля Вендрика, который развалил королевство Дранглик и сумел заглянуть в сущность души Но чтобы найти Вендрика, сначала необходимо найти четыре великих души Именно тех, кто владеет этими душами невыразимы Если вы вспомните первых Дарсос, то там как раз тоже были четыре великих души Которые нашли давно уже сгинувшие Нита, Ведьма Изолита, Гвин и Пигмей Манус Манус, как вы помните, нашел темную душу и впоследствии раздал ее частички другим полом В результате чего и появились люди Возможно, как раз эту сущность души и разглядел Вендрик, узнав истинное происхождение всех людей Также изумрудный вестник упоминает о двух жителях Маджулы Это осеннем рыцаре, который находится возле этого обелиска И неком древнем маленьком существе Ну, с этим маленьким существом мы сейчас повстречаемся тоже И вот он наш удрученный рыцарь Вы не живете, не живете? Вы имеете в виду, что отличное слое, С вкусом невероятной смерти Это Маджулы Это как маджулы Это место, где жизнь почти нормальная И в Драм Леге, в данных временах, Но есть очень few места, такие. Я Солден. И, как ты, я потерял все. И теперь я здесь. Вы наверное слышали, что это возможно, чтобы выжить эту церковь здесь. Ну, это не правда. Я не знаю, что это не для вас, ни для вас, ни для кого. Вы не знаете много о Солдене? Даже я не знаю, но я уверен, что Солден это основа жизни. Что-то. Что-то живое, сентяя-то, может быть, может быть. Но мы называем Курс. Это связанное к Солдене. Вы понимаете, что это означает? Чтобы быть живым. Чтобы ходить эту землю. Это настоящая Курс. И это очень важно. У меня. И это довольно-таки предыдущие. У нас есть четыре человека в этой земле. У нас есть четыре человека в этой земле. У нас есть огромные души. И, куда вы идете, вы, скоро или позже, приедете их. Каждый имеет мощную душу и ужасную силу. Если это вас беспокоит, тогда вы просто отдадите сейчас, как я сейчас. Ахахаха! 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 Вы встречаете invaders из других миру в каждом рамке. Если вы хотите, почему не проживите вероятность в Блевые Сентины? Когда вы встречаете опасность, Блевые Сентины придут к вашему помощи. Протекция будет ваша, если вы хотите. Вы не должны принимать их милые оборудования. Вы не можете, Ахахаха! Ахахаха! Это умная решение. Люди сильны. Но Блевые Сентины смотрят на нас в их благословение. Позвольте Сентины в их оборудование. Вы чувствуете здесь? Вы чувствуете здесь? Мне просто хорошо. Как я ничего не могу, как оно. Это место пойдет. Дай мне несколько времени. Субтитры сделал DimaTorzok Or you might not come back Hade's tower of flame lies beyond the far gate In the cathedral, the apostles of bloom gather But the road leading there is perilous The gate is rigged with some contraption But how it works, I just don't know Have you seen that pit, that gaping hole in the earth? I don't know what it's like down below But I wouldn't suggest trying to find out Besides, you will never make it down there What, without a ladder of sunset? The flame you see there is a bonfire They exist all across the land Beacons to be undead If you are tired, try resting beside the flame The flame heals us Long ago, a woman called the firekeeper watched over each bonfire She kept the flame lit And guarded it from those who would extinguish it I wonder where the firekeepers went Did you notice any letters on the ground on the way here? These are messages that have jumped the fissures between worlds In tram length, the flow of time is convoluted Things shift and waver, twist and turn Coining wishes, dashed, dreams The messages convey our very inner thoughts If your will to soldier on falters Try and even message Somebody out there is sure to listen You may notice symbols that appear upon the ground These are summoned signatures They call upon spirits from other worlds Through the schisms in time If you fear hallows Find some signatures to call upon spirits There will be Do you see the way beyond the bonfire? That will take you to the forest of the giant Soldan Soldan – нежить Он практически утратил надежду найти исцеление от проклятия нежити Говорит, что проклятие нежити тесно связано с душой И это вполне логично Так как все живые существа изначально были полыми И только великие души, найденные рядом с первым пламенем Дали полым полноценную жизнь Также он дает советы новичкам Рассказывает о фантомах из других миров Которые могут как помогать, так и мешать нашему путешествию И чтобы облегчить нашу жизнь Он предложил нам вступить в комендант «Лазурный путь» Этот комендант на самом деле будет полезен Только если вы играете с подключенной сетью Так как когда вы состоите в этом ковенанте И к вам вторгается другой игрок То есть вероятность, что к вам на помощь придет игрок Состоящий в ковенанте «Синих стражей» И поможет вам А чтобы повысить уровень ковенанта «Лазурный путь» Достаточно просто состоять в нем и убивать красных фантомов В счет идут даже фантомы NPC Так что прокачать этот ковенант не составляет никаких сложностей Даже играя в оффлайне Я играю в оффлайне, так как в онлайне мне будут мешать Также на земле будет находиться куча различных красных пятен, надписей и тому подобное Что будет, как я считаю, портить атмосферу игры Сетевую игру я также, скорее всего, покажу Но в каких-нибудь отдельных видео, либо на стримах Во всей серии «Соус» вообще не обходится без унылых рыцарей И, кстати, его даже озвучивает, по-моему, один и тот же актер Также он еще может нас обучить жесту Жесту приветствия Давайте посмотрим, что это за жест Так, это не он Такого вот жеста он нас обучил Ну и сами жесты, конечно, тоже нужны в основном для сетевой игры Итак, можно осмотреть этот белиск Если вы играете в оффлайне, то здесь будет указано количество ваших смертей Если вы играете в онлайне, то там будет указано количество вообще всех смертей Игроков, которые играют в онлайне Сзади этого белиска тоже есть какие-то надписи Но буквы стерлись до неузнаваемости Ну что ж, давайте немножко осмотримся в Маджуле И посмотрим, кто здесь у нас еще есть Здесь также лежит еще несколько предметов Ваши безымянного солдата Самоцвет жизни Я, кстати, у Солдана случайно пропустил один диалог Вот, поэтому просто нажмете на паузу и почитаете Кто ты? Ну, это не важно Просто помог мне об этом дворе Я плачу свои инструменты в здесь Видно, что они были закрыты Но сейчас кто-то пошел и закрепил Я не знаю, что я не знаю 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 И так, как можно заметить Этот кузнец нежить И даже уже позеленел Вообще непонятно, зачем нужен ему ключ от этой хаты В которую можно попасть кучей других способов Ну, возможно, ему принципиально заходить именно через дверь И, кстати, изумрудный вестник нам дала Флягу с эстусом Теперь, наконец-то, мы можем лечиться по канону При помощи эстуса Бутылка из зеленого стекла Неизвестного происхождения Наполните ее эстусом у костра И пейте из нее, чтобы восстановить здоровье Природа связи между флягами с эстусом И кострами, освещающими мир нежити Остается непознанной Впрочем, это не сильно волнует мертвецов Высоко ценящих такие фляги Похоже, здесь погиб какой-то беженец Свернувших калачек Здесь на пригорке есть очень интересный камень Камень победителя При помощи которого может вступить еще один ковенант Который называется Ковенант чемпионов Если вы считаете, что Dark Souls 2 слишком легкая игра То, пожалуйста, можете вступить в этот ковенант И игра усложнится примерно на 20-30% Также вы не сможете никого призвать Ни живых игроков, ни дружественных NPC Ваши вещи будут ломаться намного быстрее Но есть и плюс Дело в том, что в Dark Souls 2 Если вы часто убиваете одних и тех же противников То есть, умирая при этом Либо восстанавливая всех противников Отдохнув возле костра То, в отличие от Dark Souls 1 и Dark Souls 3 Здесь противники кончаются То есть, примерно 6-7 раз вы их убьете И противники просто начнут пропадать С карты, что усложнит фарм душ Либо предметов И вот как раз, вступив в ковенант чемпионов Враги будут воскрешаться бесконечно Осколок фляги с эстусом И вот в этом закутке будьте осторожны Лучше сюда не заходить Здесь обитают очень злые полые свиньи При этом, даже если их не трогать То они все равно нападут на вас Это большое здание пока заперто Осколок фляги для эстуса Такие осколки пропитаны эстусом Добавив осколок к своей фляге Вы сможете чаще использовать ее За прошедшие века Флягой с эстусом Пользовалось множество тех От кого сейчас остались лишь кости Этот осколок вобрал в себя Их надежды и мечты Это говорит о том, что для меня уже было Огромное количество нежити С такими же флягами Которые, скорее всего, уже погибли От их фляг остались одни осколки Огромное количество нежитут Огромное количество нежитут Огромное количество нежитут Огромное количество нежитут И вы должны прикрыть крючки, чтобы идти в любом месте. Но я не получила финансовую, поэтому я уйду в доме, в том числе, чтобы выстрелить голод. Это было лет назад, и я... Ну, я не сделал ни одного вверх. Я даже не знаю, почему я еще здесь. Все осталось уничтожить и уничтожить. Это ужасно. Для бизнеса, действительно. Торговец с бронёй Маглин Рассказал нам немножко о своём доме, о Волгине, где у него дела, похоже, с торговлей шли не очень То он вдруг решил, что в Дранглике вдруг у него дела прям пойдут в гору Итак, он продаёт броню и щиты Изначально его ассортимент не очень богат, но если вы будете частенько у него тратить свои души, то его ассортимент будет постепенно расширяться Ну что ж, посмотрим для начала, что у него есть на данный момент Это железный круглый щит, маленький железный щит, необычный внешний вид указывает на его иноземное происхождение Этот щит лёгок, несмотря на то, что изготовлен из железа и прочен, несмотря на свой скромный размер, но всё же не способен защитить от реальной угрозы Щит с серебряным орлом Металлический щит среднего размера, часто встречающийся обычный щит Застрённый вверх упрощает использование в седле Большой деревянный щит с изображением двух драконов Чтобы пользоваться большим щитом, нужно быть очень сильным Зато он обеспечивает высокую степень защиты В бою можно не отражать удары, а носить их таким щитом И для начала я советую при выборе щита ориентироваться на его физическую защиту и стабильность Ну и также нужно смотреть, чтобы этот щит подходил под параметры вашего персонажа Если уж и решили купить щит, то из тех щитов, которые предлагает маглин, лучше всего купить щит с серебряным орлом У него 90% физической защиты и 50% стабильности Большой щит по защите и стабильности, конечно, круче, но для него нужно аж 20 сил И также он еще и тяжеловат Возможно, кто-то еще не играл в серию Dark Souls и смотрит прохождение То я немножечко поясню Физическая защита щита – это какой процент физической атаки будет заблокирован, когда удар пройдет в ваш щит То есть если щит может заблокировать 95% физической атаки, то если вы поднимете щит и заблокируете этот удар, то пройдет всего лишь 5% урона от всей атаки А баланс – это как долго вы сможете получать удары, прикрываясь этим щитом Каждый удар врага в щит снимает часть строки вашей выносливости И как только выносливость закончится, ваш персонаж впадет в стан То есть какое-то время не сможет вообще ничего делать, получая при этом удары по голове и критические атаки И посмотрим, что за броню он продает Это прочный кожаный сет, сет пехотинца и сет сокольника Прочный кожаный сет не имеет никакого лора, просто доспех из крепкой кожи, обычный элемент доспеха, без усовершенствований, очень прочный Сет пехотинца – это снаряжение пехотинцев Дранглика, самый простой доспех, по крайней мере легкий и удобный в использовании И сет сокольников Солдаты Волгина не раз проявляли несостоятельность в бою и со временем их заменили наемниками-сокольниками На самом деле сокольники – телохранители на службы у знати, а их главная задача следить за тем, чтобы никто не совал свой нос куда не надо Прочный кожаный доспех для меня сейчас не составляет никакой ценности, так как мой сет странника особо ничем не хуже Сет пехотинца тоже я бы не советовал никому покупать, если уж покупать, то сразу сет сокольника, если вам вообще нужна какая-либо броня в самом начале, дополнительная броня Мы пока покупать у него ничего не будем Я думаю, Маглин будет не против, если я одолжу у него маленький осколочек титанита Титанит нам нужен для заточки нашего оружия, то есть для улучшения нашего оружия Осколок титанита используется для усиления снаряжения, усиливает снаряжение до плюс 3 Титанит нашли в древних залежах, в недрах земли и назвали даром богов Осколок такого размера не очень мощный, но от этого не менее редкий Кстати, Солден нам вручил кольцо после того, как мы вступили в Ковенант Лазурный Путь И, кстати, это кольцо не обязательно вообще одевать, чтобы к вам на помощь приходили синие стражи Кольцо Ковенанта Лазурного Пути немного увеличивает здоровье Лазурный Путь – это неполноценная религия Это скромная молитва, распространяющаяся сама по себе среди тех, кому нужна помощь Когда к апостолам вторгаются темные духи, они могут получить помощь от хозяев других миров У Маглина, кстати, есть небольшая сюжетная линия Чтобы ее продолжить, нужно покупать у него вещи Также, кстати, можно в самом начале его убить и получить очень хороший сет Который увеличит получение вами душ Но я бы все-таки не рекомендовал его убивать в самом начале Потому что он, помимо доспехов, которые будет продавать в будущем Также еще будет продавать и сеты доспехов поверженных вами боссов Так что лучше оставьте его в живых А сет Селдоры лучше наформите в другом месте Я забыл упомянуть о том, что Солдон нам рассказывал о различных местах В том числе об этой яме, которая находится в середине Маджулы И в которую пока не представляется возможной спуститься Не сломав себе ноги И я еще не посетил одно маленькое древнее существо Которое живет вот в этой хибаре Я просто готовлюсь к себе, я бы сказал Это не совсем не время, чтобы поговорить с ним Ну, ну, так же, так же Существует себя О, да Вы можете назвать меня Шелква Аншан Тэ А ты тогда можешь звать меня просто Геральдом из Ривия. Судя по всему, у нас тут говорящая французская кошка Шалкуа, к тому же еще и с хорошим чувством юмора и обожающая запах нежити. А Шалкуа это вообще может быть даже не ее настоящее имя, так как можешь называть меня Шалкуа или мое имя Шалкуа, это как бы разные вещи. К тому же она явно говорит это в шутливой форме. Это место уже мертвое. Все будет кромбить и уничтожить, чтобы что-то новое может произойти. Не это замечательно? Субтитры сделал DimaTorzok They must have sprouted quite a thick coat of moss by now For heaven's sake, no one even knows their names anymore Imagine that Yes, nothing like yourself You have a most pleasant scent That grows nicer with each passing day Похоже, она просто тащится от нашего запаха Та же статья и Солдан говорил о неком запахе нежити Have you made friends with the man by the sea? He's lost everything Absolutely everything The only thing he's good for now is a few tidbits on covenants Covenants are a type of, well, contract you might say You give something to gain something That's the way humans like it, right? It might be just the thing you need But what does a cat know? Did you see that oddly formed rock behind here? Long ago they called it Victor Stone, as I recall If you wish to face greater challenges Speak to the rock Although you're just as well not This place is already dead Everything will crumble and waste away So that some... Isn't it wonderful? О чем говорит нам Шалкуа? Она рассказывает о циклах перерождения И также о четырех древних О Солдане и о Ковенантах У нее, кстати, можно посмотреть статистику по Ковенантам И также еще у нее можно покинуть Ковенант Но это, в принципе, не обязательно делать Так как, вступая в новый Ковенант Вы автоматически выходите из старого Ну, покинуть Ковенант, возможно, нужно только для того Чтобы вообще не состоять какое-то время ни в каком Ковенанте По какой-либо причине Также она продает несколько интересных вещичек В основном это кольца Кольцо злого глаза Скромное, но невыразимо зловещее кольцо Поглощает здоровье каждого побежденного врага Смотрите снимательные вредки камень Томящийся в оправе этого кольца И дрожащие размытые черты Обретут четкую форму Такое же кольцо было в первом Dark Souls Только оно имело более расширенное описание В нем писалось о некой твари Которая напала на Астору Но так как упоминания об Астории в Dark Souls 2 Также были утеряны, как и все имена и названия То, соответственно, и описание кольца изменилось Кольцо серебряной кошки Серебряное кольцо в виде прыгающей кошки Снижает урон от падения Легенда гласит, что когда кошка стареет В ней зарождается особая сила И кошка может переродиться в новом обличье Вообще достаточно интересное описание Возможно это намек на то, что Шалкуа Это и есть переродившаяся Альвина Из первого Dark Souls Кольцо красного глаза Проклятое кольцо с изображением глаза демона Врагам проще вас заметить Если вы желаете покоя, то вам вообще не следовало выходить из дома Если же вы ищете битвы, то все хорошо Просто не переусердствуйте Достаточно полезное кольцо Особенно когда придется выполнять Различные сюжетные линии NPC Где будет необходимо призывать их на бой с боссами А так как NPC в Dark Souls 2 тупее полено И умирают очень часто Это кольцо позволит агрить боссов на себя То есть боссы, если вы наденете это кольцо То боссы будут атаковать вас А они не писей Поэтому стоит его купить Но немножечко позже Именное кольцо Особое кольцо, на которое можно нанести имя бога Так будет проще соединиться с мирами игроков Выбравших того же бога На руинах Дранглика можно найти бесчисленные следы Давно забытых богов Хотя может быть это те же боги Что и у нас, только под другими именами Это кольцо нужно только для сетевой игры Если вы его оденете и выберете имя бога То вы будете видеть знаки призывов тех То так же одел это кольцо и выбрал этого же бога Так же одев это кольцо Вы не будете видеть знаков призыва NPC Кольцо шепота Кольцо, принадлежащее рою и следователю Услышьте внутренние голоса окружающих вас врагов Помогает в поиске скрытых врагов И возможно в чем-то еще Тоже интересное кольцо Которое позволяет слышать того, кого не видно И понимать того, кого не понимаешь Но об этом немного позже я расскажу и покажу И так же она придает 4 предмета Один из них мы уже читали А вот 3 других пока еще нет Это косточка возвращения Эта белая кость возвращает вас к последнему костру У которого вы отдыхали Топлиум для костров служат кости мертвых Эта кость, принадлежавшая одному из погибших Способна перенести своего нового владельца к такому костру Словно стремясь продолжить оборвавшийся путь Так же как и темная метка перемещает вас к костру Но при этом все души остаются при вас Красивый череп Череп неизвестного существа Если разбить его, он источает следы душ Привлекающие ближайших врагов Работает не на всех врагах Но может оказаться неожиданно полезным Да, этот череп действительно очень полезен Если вы хотите отвлечь, допустим, толпу врагов от своей персоны Талисман Ллойда Талисман рыцарей клириков блокирует использование эстуса на определенном участке Говорят, рыцари клирики применяли такие талисманы для охоты на нежить Рыцари сражаются с честью, не позволяя нежити восстанавливаться Они это делают еще и безнаказанно Как ни странно, в отличие от других предметов в Dark Souls 2 Талисман Ллойда сохранил имя Ллойда Которое также упоминалось в первом Dark Souls В первом Dark Souls отец Ллойд был лидером Ковенанта Белый Путь и всех клириков И, кстати, есть еще одна особенность у этой кошки Она бессмертна То есть ее просто невозможно убить Как бы вы ни старались Ну что ж, перед тем, как отправиться в наше путешествие Давайте все-таки вступим обратно в Ковенант Лазурный Путь Отсюда как раз можно разглядеть башню Хейда О которой говорил Солден Крепость На берегу моря Лес гигантов И некий замок Мы нашли осколок фляги с Эстусом И теперь можем улучшить нашу флягу Теперь вместо одного глотка я могу сделать из нее целых два И давайте также повысим наш уровень Так как я хочу показать вам, как выглядит бой с двумя оружиями Нам нужно прокачать нашу ловкость Нам нужно прокачать ловкость до девяти А у нас пока хватает только на седьмой уровень Но Сейчас мы решим этот вопрос У нас есть еще Души в инвентаре И теперь нам как раз хватает душ для того, чтобы повысить нашу ловкость до девяти И теперь поставив второй кинжал В левую руку Мы можем встать в боевую стойку Одна рука у нас становится немного выше Это у нас как раз ведущая рука Появляется у нашего кинжала новый мувсет И также мы можем чередовать атаки Единственный минус, что выносливость жрется очень быстро Вот так выглядит у нас сильная атака Ну что ж, давайте экипируем нашу флягу Наш берет И еще несколько полезных вещей Я думаю, этого пока будет достаточно Субтитры создавал DimaTorzok